начала ездить другой дорогой в школу Скарлетт потому что здесь красивенько и по времени как бы неплохо смотрите тут так листва с обеих сторон красиво а как осень настанет вообще будет красота 1 сентября сейчас хотелось бы поздравить с праздником даже не представляю как у наших бедных земляков сейчас это происходит доброе-доброе утро чаши воедино джоши скол это что едем сарик давайте посмотрим как быстро пролететь пролетят эти пять часов сегодня нет я из-за них рода динозор динозор бэкпэк гадис а генагу сам джонс работала над садом я даже покосила не выдержала покосила мужики косили до этого но я все-таки решила сегодня видите меня почти 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 уже это самое достаточно камней понемножку собираю вырвала бурьян здесь у меня заросло вот вырезала куст он у меня засох поработала так я сегодня работала а потом я долго принимала ванну и вымола волосы и уже время я за джошик я приехала в школу с карлит забирать ее на машине мамы у нас целый день такой пасмурный день поэтому я и решила покосить траву думаю жарко будет завтра когда или еще габриэла просить и а тут такая хорошая погода еду-еду вдруг пошел дождь ну так еще так себе не очень сильно пошел дворники как бы вижу крутилку как бы как во всех нормальных старых машинах до которых я езжу нифига не получается это что за фигня такая блин горелый звоню маме я говорю мама мне надо это ой сейчас отключить дворники она ой там что-то там наш это самое там так говорю мама туда-сюда короче объяснила мама совершенно ничего не поняла так вот тебе лиля это же лилина машина первоначально было а у лили точно такая машина тоже сейчас немножко новее там на левой стороне какая левая сторона на левой стороне там только эти фары можно регулировать так ладно сейчас выйду машину тебе расскажу хорошо пошла и пришлось выйти из магазина свою машину включить ее и разобраться как дворники работают что я включила дворники это была эта песня вот как вот это вам показывает как часто моя сестра или мама ездит под дождем у нас моросит дождик уже дома заехали птицу купили на самсклубе что меня готовить не надо так сказать пошла гулять под дождиком или мама можно погуляю главное чтобы недалеко а я наслаждаюсь видом запахом звуком до сих пор моросит дождь я еду к мурке кормить ее проведаю юлета до сих пор работает над проектом у меня правда творог в духовке и сказала если что чтобы выключила я возможно уже к тому времени вернусь посмотрим ладно сегодня морка уже удрала под кровать ну все поела хоть хоть не бастует а то помню как мы здесь жили то она бастовала не хотела есть свои консервы вижу вылезала мыску сейчас сейчас помоем дам ей добавочку сейчас мы повернемся сейчас я покажу вот вам радуга да второй конец радуги едем 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 сейчас я вам покажу офигеть как вам это просто офигеть у нас сейчас каждый ветер это такое шоу офигенное так что вот вам подарок от природы подарок от бога красота это же утро я уже сбросила скарлетт в школу это же утро я уже сбросила скарлетт в школу ехали сюда под дождем так классно было я не знаю просто умилялась дождь здесь листва везде вообще такое ощущение как будто ты в горах где то дымка в деревьях красота еду и наслаждаюсь в школе оба малых облюбовали ее стул ой ой любовь и помидоры такие же вы сладкие нежные там чашек до вас еще не долет да да про тебя говорю мой красивый и про тебя да вы такие классные ну ладно вы продолжайте я поехала за скарлетт да я поехала за хозяйкой да и солнце вышло вся эта влага сейчас в воздухе сразу сразу заметно но да ладно 90 градусов у нас уже 30 градусов есть может больше может это уже 31 не знаю но чем чувствуется лето опять насладились днем и утром более-менее так типа осень лето вернулось ну это оклахома это нормально ладно еду за скарлетт скарлетт подарила мне вот этого 1 гномика маленького и решила его поставить сад около моего моей моего горшка с цветами тут разве он не симпатюлька он какой красивый о симпатюля оберегай мои цветы держи ел на одеялке в пиццу мы тут у него вода там у него кошачья кровать мужчин он смотрел шоу про динозавров и он заснул на кошачья кровать не с головы правда это самая кошачья кровать но все равно морился бедный такой няшечка котеночек мой маме на ужин у меня я сделала рис на курином бульоне ух а это у нас тайская кокосовая курица которая купила в сэмсклубе габриэла правда нету ставим то что будет тут достаточно на нашу семью вы посмотрите достаточно большой пакет такой ты чё с креслом делаешь ты чё? you can't do that ты касявец уху 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 ненадолго ненадолго ты удал мама тебя бабушка тебя заработала все равно сиди сиди балдецник сиди посиди ты немножечко с бабушкой ну что ты такой ну ты же красивый ну ты же красивый ты красивый хе-хе-хе поешь маму поешь я не могу прям вот так будь здоров тоже пришло кресло кресло обновлять да то я посиди ты немножко с мамой ну в общем он не любитель как роме по полосится не любить дела мама дела мама дела у меня мама не могу я не могу кто там лезет ну что это за дела такие а тут кто лезет там там не лезет все кресло хана все 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 посмотреть в потолок джульетта закончила со своим проектом школьным и была готова ехать сегодня уже к маме сложила сумку не хочешь сегодня ехать просто покорми кошку возвращайся он говорит блин пятница мы можем кино послушать вера короче их долго уговаривать не пришлось не знаю когда она переедет или завтра или послезавтра я не знаю как бы хочу чтобы ну я как бы хочу чтобы тебя был опыт пожить самой может ты уже нафиг устала от тех а загостром если вдруг тебе будет скучно и ты хочешь с мамой время по кино посмотреть провести то я буду скучать капец мама просто как бы два фильма голодных игр посмотрели и все третью никак не это самое не дойдем до нее что поговорили и решили что дэнни звонит что она поедет завтра короче дэнни меня прервал я приготовила ужин джульета готовит тарелочку а потом ну что ты хочешь так что я еду кормить мурку опять хвостик для бабушки снимаю мурочка привет привет мой свет как у тебя дела как у тебя дела мурка вот так вот так вот так вот так вот так ты спала хорошо ну слава богу я пришла тебя кормить все когда ты уже будешь ко мне лащиться а ну ладно думаю все таки смотрим кино третий фильм голодных игр уже после полуночи до джульета дошла где габриэлов же вернулся так тихо приходит и ходится испании наверное спит уже я буду закрывать в лобхо огромное спасибо за просмотр ваш поддержку комментарии лайки подписку и просмотр рекламы я желаю вам мира свободы победы в украине спокойной ночи до встречи